Всем привет! Хочу рассказать вам о моем небольшом таком мнении по поводу моего нового велосипеда Шульц Вандерон. Я абсолютный новичок в этом деле и... Было очень сложновато выбирать велосипед. И мне казалось, что велосипед для туризма это какие-то заоблачные цены. И... Ну, что мне, короче, это все не светит. Я пересмотрела массу видео с Ютуба, пересмотрела все сайты с велосипедами. И мне казалось, что велосипед дешевле 80 тысяч найти просто невозможно. Пока не наткнулась на один видос в Ютубе, где парень приобрел себе Шульц Вандера. И проехал на нем немножко по Карелии. И, в принципе, остался доволен. Я заинтересовалась этим велосипедом, стала его искать и нашла его на своем любимом Амазоне. Это было где-то, наверное, до или после Нового года, точно не помню. Где-то конец декабря, начало января. Тогда он там стоил 40 тысяч рублей. Я его купила. Он у меня до весны стоял. Я на него все смотрела. У меня было желание уже скорее сесть и поехать. И вот наступили теплые денечки. Наступила весна. И, наконец-то, получились некоторые выезды на велосипеде. Видосики будут прикреплены. Посмотрите, если вам будет интересно. Что хочу сказать. Мое первое впечатление, как абсолютного новичка, тюфика в этом деле. Велик классный. По сравнению с тем, что, наверное, есть у многих людей, это обычные горные велосипеды типа стелсов, форвардов и тому подобное, этот велосипед просто бомбический. Начиная с того, что он невесомый по сравнению с тем же самым форвардом, который у меня... Прошу прощения, у меня не форвард. У меня стелс-фокус. Он невесомый. Вес его 12 килограмм. Ну, согласитесь, это очень-очень здорово. То есть я его могу поднимать на двух пальцах, и все прекрасно. Естественно, в обвесе, с обвесом, с кучей всего добавленного, он весит немножко побольше. Но сам факт остается фактом. Сейчас проехала я на нем, наверное, ближе к сотне километров. И мне все нравится. Он классно едет. Ты один раз крутанешь педаль, и можешь две минуты ехать. На днях я каталась со своей подругой на велосипедах по парку, и я заметила колоссальную разницу в том, что я крутану один раз педали, и еду. В этот момент она крутит педали пять раз. Вот. И это прям очень классный показатель, особенно для турингового велосипеда. Про все технические функции, всякие там подвесы, обвесы, звезды, спицы, переключатели, про это про все я говорить не буду, потому что попросту я в этом ничего не понимаю пока что. Поэтому кому будет что-то интересно, залезайте в характеристики велосипеда, и если вы в этом разбираетесь, я думаю, вы там для себя что-то найдете. Мое же мнение чисто для новичков, чисто для людей, которые никогда с этим не сталкивались, и так же, как и я, на велосипеде катались когда-то в далеком детстве. По поводу посадки, по поводу руля барана. Ну, удобно. Седло, конечно, не для каждой пятой точки, особенно для моей, потому что она у меня большая, но велосипедные шорты с прокладкой силиконовой, в принципе, решают все проблемы. Немножко некомфортно мне, но это дело привычки, то, что ты едешь вниз, и тебе приходится постоянно голову держать в завышенном положении. От этого болит шея, болят меж лопаток, но это, как говорится, дело привычки. Почему я выбрала именно Шульц Вандерер? Потому что, посмотрев рынок, я поняла, что это такой оптимальный среднячок, и что он, в принципе, вполне себе выполняет функции тех же самых велосипедов, начиная от 60, 80 и выше тысяч рублей. Также на него можно повесить сумки, поставить багажники, все, что угодно с ним сделать, и он прекрасно провезет тебя в любое твое велопутешествие. Ну что ж, теперь давайте посмотрим на сам велосипед, так как я нахожусь в полях, и мне некуда поставить велосипед, не на что его опереть, подножки у меня пока что нету, поэтому велосипед лежит на земле, и мы будем разглядывать его с такого ракурса. Так, ну что, вот он мой красавчик. Он уже обвешан багажниками, обвешан сумками, что я сделала в первую очередь. В первую очередь я поставила себе контактные педали. Посмотрев отзывы, почитав, все подумав, я поняла, что, ну, стоит попробовать, потому что по физиологическим особенностям мне тяжеловато крутить педали, и посмотрев, что многие говорят о том, что на контактах гораздо проще крутятся педали, я решил попробовать. Ну, естественно, они не самые, ахти какие, крутые, и ботинки у меня тоже не самые крутые, но для начала, для того, чтобы все это попробовать, я считаю, что надо покупать все самое топовое, самое дорогое. Ботинки у меня из декатлона, но из остатков декатлона, которые были на озоне. Чем они мне понравились, что это практически обычные кроссовки, но в них есть штырь для контактных педалей. Но когда ты ходишь, он не особо выпирает, как на стандартных велотуфлях для шоссейных велосипедов. И пока что я могу сказать, что это, в принципе, довольно-таки удобно, действительно, и делать техники, научиться выстегиваться, пока у меня стоит на самом слабом режиме выстегивания, ну, мне, в принципе, так комфортно. То есть где-то в дороге они не вываливаются, не выстегиваются, а в случае чего, в какого-то экстренной ситуации, я могу ее быстро ноги выстегнуть и встать на землю. Ну что ж, начнем с, наверное, самого стандартного, что должно быть у каждого велосипедиста, это бутылки и держатели для бутылок. Бутылки у меня обычные из Галамарта, самые простые. Очень удобно то, что они с прыжечкой, и ваша питьевая часть бутылки всегда остается чистой. Держатели у меня на двойнике с Алиэкспресса. К сожалению, не могу его вам показать. И обычные пластмассовые за 160 рублей держатели вот такой формы. У меня держатели железные такой формы, стандартные, как и все держатели такие дешевые. Но они мне неудобны, потому что, когда крутишь педаль, постоянно ногой задеваешь угол держателя. Поэтому я выбрала себе вот такие держатели, и они очень даже ничего. С другой стороны, 160 рублей. Если что-то сломается, пошел купил себе новый. Следующая над бутылкой мы видим такую подрамную сумочку. Я, конечно, ее приобретала для каких-то мелочей, но в ней у меня ездит велосипедный замок. Замок кодовый, и он как раз сюда прекрасно помещается. Следующая, это бензобак, так называемый. В нем у меня ездит пауэрбанк, ну и всякая мелочевка. Там ключи, салфетки. Очень удобно, в случае чего, достать оттуда провод, подсоединить к телефону, закрыть и ехать. Следующая сумка, это кормушка от Вело Хорошо. Где-то у меня есть наклеечка, вот, наклеечка, рекламка. Ребята делают классные сумки, очень удобные, но пока что из всех из них мне понадобилась только вот эта кормушечка. Здесь у нас такие вот кармашки на магнитиках. В этой сеточке у меня обычно ездит колоночка джибелевская, которая страхуется карабинчиком. Спереди тут еще карман со светоотражайкой, но я им особо не пользуюсь. Сумка классная, сумка непромокаемая. Открывается легко одной рукой. Там у меня ездят только мармеладки, на всякий случай, если вдруг я заголодаю где-нибудь, и так же он легко закрывается. Сумка довольно-таки большая, в нее можно много чего поместить. У других велосипедистов я видела, там ездит кухня, то есть котелок. В котелке газовый баллон и всякая приблуда, то есть просто возят кухню. Вот, ну а у других велосипедистов их две, но мне, в принципе, пока что хватает одной, да и на руле не столько много места, чтобы что-то еще развешивать, потому что все эти крепления занимают место, и место немаленькое. А мне нужен телефон, фонарь, сюда камеру подвешивать, и то есть, в принципе, особо некуда развешивать сумки. Что касаемо крепления телефона. Телефон у меня крепится вот на такой, на таком держателе. Он заказан с Алиэкспресса, но также где-то я его видела на Озоне, но он идет так же долго, как с Алиэкспресса. На чехол телефона прикрепляется вот такая наклейка, и, в принципе, простым движением руки, если вы попадете в эти нужные пазы, я не всегда в них попадаю, телефон у вас встает, и что бы ни происходило, какая бы тряска ни была, телефон у вас стоит на месте. Так, это у меня пока что бесполезная вещь. Это считается велокомпьютер, выполняющий функцию еще и фонарика. Но пока что я его использую как постоянно работающие часы и как фонарик. Фонарик я еще использую пока что редко, потому что в ночи я еще ни разу не каталась. Фишка в чем? Фишка в том, что либо что-то у меня вот с этими датчиками не так, либо я не знаю что, но он показывает абсолютно неправильный километраж, абсолютно неправильную скорость. Инструкции на китайском и кривой русский перевод вложены. Поэтому, не знаю, рассматриваю варианты приобретения другого велокомпьютера и отдельно фонаря. Почему? Сейчас расскажу. Так, ну, закончим с передней частью нашего велосипеда. Значит, приобретен багажник передний. Он легенький, алюминиевый, но одно что, немножко коротковато. Конечно, может быть, есть еще чуть-чуть подлиннее, потому что моя вот эта сумка, которая планируется наперед, она немножко длинновата. В принципе, не критично. И, значит, в чем проблема? Даже ставя вон ту сумку сюда, то есть мой фонарик, либо его выше задирать, потому что он будет светить прямо в сумку. Что, в принципе, крайне неудобно. И если рассматривать покупку нового велокомпьютера, то фонарь, то есть для фонаря крепление. Я, правда, пока не представляю, какой фонарь сюда можно прицепить. Но крепление оно есть. И, в принципе, это логично, если еще на каком-нибудь дистанционном направлении. Было бы вообще здорово. Так, ну что, с передней частью велосипеда мы закончили. Переходим к задней части. Сзади у меня вот такой багажник, регулируемый по высоте. Он тоже алюминиевый, легенький. Удобно, что здесь прикрывается колесо, то есть можно расправлять сумку, и она не будет касаться колес. Значит, и вот одна из моих двух велосумок. Такая вот сумочка. Кажется, что она маленькая, но, ребята, она нифига не маленькая. В ней достаточно места. То есть очень много места. То есть вот моя рука там просто теряется. По кармашкам кармашки не расширяются. Они, в принципе, достаточно узкие, но можно что-нибудь такое не слишком габаритное сюда сложить. И вот сзади у нас вот такой кармашек. Тут у меня ездит баф. Вот такие пироги, ребята. Сейчас я парня положу обратно. Полежать. Что хочу сказать. Я безмерно довольна покупкой этого велосипеда. Он очень удобный, он очень классный. Пока что я не хочу в нем ничего менять. Единственное, что я могу поменять из того, что я понимаю, это седло и руль. Но пока что руль-баран меня впечатляет. Он придает велосипеду какой-то особенный шарм. И ставить какие-то другие рули я не хочу. Небольшое видео получилось. Не судите строго. Это чисто мое мнение. Мнение новичка. Ничего не смыслящего в функционале велосипедов. То есть, который должен сесть и крутить педали. И ни о чем не думать. Шульц-Вандерер идеальный велосипед для начала. Для того, чтобы понять, что такое велосипед. Велосипедные поездки дальние. Туризм на велосипеде. Мне он очень зашел. Ну, а вам спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях. Пишите, если меня смотрят закоренелые велосипедисты. Напишите свое мнение об этом велосипеде. И на чем катаете вы. Всем до скорой встречи.